ребят всем привет с вами давай и сегодня у нас такой прям обзор обзор новиночки которые есть как и восхваление так наверное какая-то маленькая претензия и конечно же самое главное открытый вопрос для чего для чего что ждать и знакомиться с продуктом макс попов макс дизайн я тебя поздравляю с продуктом который заходит на рынок а ты красавчик ты этого добился ты молодец начал с дизайна потом ушел в какие-то проекты потом сделал коллабу с чашками и сейчас ты сделал что а еще и кальян и душа и сейчас ты сделал то чем наверное можно гордиться это ритуальные услуги макс попов захороним и кремируем ваше домашнее животное по всем канонам современного стиля душа гробики для ваших домашних животных вот такой вот бокса мне пришел буквально вчера я уже выкурил четыре вкуса и мне четырех вкусов из семи вкусов а хватило для того чтобы наверное сейчас съесть и начать записывать этот обзор объясню потом вкратце почему но пока давайте по восхищаемся этим гробом я его уже примерял к своей кошке и на самом деле я жду не дождусь когда моя кошечка двинет коней чтобы похоронить в этом стильном гробики от макса дизайна мою кошечку давайте смотреть что у нас есть ну во первых это черный гроб красивый концепция табака 7 вкусов 7 грехов а нет моно вкусов все миксовая здесь есть 7 у нас символов это 7 грехов соответственно есть логотип души у меня 10 из 13 гробов кому еще достались гробы я еще не видел возможно я один из первых кто их забрал на обратной стороне тоже все в стиле это душа и это душа то есть макс всегда в принципе мне нравился тем что он очень щепетиль ненько очень вот к относится хорошо к мелочам но вот тут и немного он прогорел и скорее всего прогорел не по своей вине а по вине производителя это компания берн сейчас все объясню сейчас все объясню короче давайте открывать этот красивый гробик и мы сразу в нем видим видим что открывайся видим 7 вкусов я конечно же поролон выкинул потому что я уже собирался хоронить кошку и думаю ну в с поролоном она туда не поместится 7 грехов 7 вкусов давайте начнем наверное с дизайна баночки баночка выполнена вот таком вот четком красивом дизайне видите как бликует а везде всякие мелочи везде логотип чеки везде какие-то подчеркивания нумерация вкусов чтоб ты вдруг что не перепутал qr-кодик а даже даже акциз порезанный а вот так мелко мелко чтоб тебе блять слабаку вот так вот легко было это открыть и вы только что видели что я открыл совершенно запечатанную пачку я ее открываю и самая главная проблема это наверное компании берн и к максу соответственно проследи за этим моментом что все течет она течет запечатанная да многие табаки текут но это течет так что как будто банка сделана из мороженого сиропа который просто дома тает и начинает течь у меня когда это приехало я все это сложил в полочку и утром когда я проснулся я увидел что моя мой стеллаж пропитался душой теперь я могу смело заявлять что моего стеллажа есть душа короче семь грехов давайте смотреть это у нас зависть это у нас алчность это у нас тщеславие это у нас гнев который походу у всех кто получил боксы и смотрит на свои руки он понимает что это гнев это у нас похоть и конечно же уныние умение в данный момент у меня потому что у меня снесли мой инстаграм аккаунт основной и я щас прокачиваю новый так вот продолжаем ладненько все понятно мы поняли что банки текут да хуй с кем не бывает дафт вон пожизненно течет и к нему уже все привыкли то есть течет и течет думаю к душе также привыкнут я также напомню что я прокурил четыре вкуса вкуса охуенные охуенные сочетание вкусов тоже интересная а консистенция продукции тоже крутая и когда я прокуривал наверное второй вкус а потом я прокурил третий и начал курить четвертый вкус и я такой думаю надо покурить 5 но мой внутренний дава горит и ты дырак блять ты долбоёб ну ты реально конченый нахуя тебе курить 5 вкусов берна а такой думаю и спрашиваю думаю и спрашиваю в плане блять бирн мой внутренний дава горит и ты еблан блять ты серьезно нихуя не понимаешь возможно я щас ошибаюсь но я прокурил пять вкусов пять миксовых вкусов берна в банке души примерно вот так вот без обид как есть а по консистенции по крепости по аромкам и самое главное под табачной ноте это бёрн и это выглядит так что компания бёрн запуская новую миксовую линеечку как час модно и принято до мига миксовые линейки а давай нахуй все это упакуем в душу и макс доволен и мы свою задачу выполнили схавают и схавали потому что миксы получились реально зачетный на самом деле эти миксы я видел еще год назад макс мне скидывал примерный черновик семи грехов и я ему примерно расписывал что круто что не круто правда я просто не поленился открывать заново телегу и смотреть переписку с максом теле он вкусы выпустил или нет но это дымит и курица понимаете а чрево угодья 7 я думаю чего-то не хватает так вот как сказать миксовая линейка уберно получилось заебись а вот макс красавчик что нарисовал охуенные дизайн банком примерно это вот так вот что еще там такого чтобы прям не жестко нету индивидуальности кроме гроба и упаковки но серьезно нету индивидуальности возможно это мое воспринятие берна такое да что я даже и душу сравниваю с берном хотя хотя я не видел что компания берн производит максу табак я был до последнего уверен что это кобра там же где и грубо говоря хулиган думал как-то по-любому и потом когда я уже понял что это берн я думаю да я посмотрю кто производитель и я увидел берн я такой и мой внутренний ягод я те же сука говорил долбоёб примерно вот так но в целом получилось очень здорово единственное что не хватает это индивидуальности в принципе и вот вопрос для чего на рынке два по факту одинаковых продукта под разным неймингом вот это меня больше всего очень печалит я от души ждал чего-то нереально крутого чего-то нереально супер супер интересного то что он будет чуть по крепости выше потому что я знаю макса он любит курить такое прикольное вот я думал что у него будет какая-то своя тональная нотка привкуса что она будет немного отличаться от того что делает ну уже как понятно берн но к сожалению я же не знаю как сказать сейчас все это появится в продаже и я думаю вы скажете либо дава полнейший мудак и его внутренний дава долбоёб либо вы скажете что бля в натуре да так и есть так и есть что касается граммовок упаковок и цен на данный момент у меня 100 грамм баночка но как я знаю скоро появится 50 либо 25 граммов ки для именно розничной продажи и появится 200 граммов ки для хореки соответственно 100 граммов и либо уйдут вообще с рынка а то есть производства либо как-то будет продаваться по магазинам но основной упор у компании душа будет на розницу и на хореку примерно вот так в принципе это идеально что касается цены я наверное скажу что цена будет плюс-минус как у берна скорее всего наверное плюс как у берна скорее всего чуть чуть дороже чем у берна потому что как-никак это более авторский продукт и хуй с ним что внутрянка у него берновская но упаковка то авторская дизайнерская и очень хорошего человека поэтому я думаю что по цене чуть-чуть накинут и он будет чуть-чуть дороже чем берн чтобы соответственно тоже не создавать конкуренцию берна если душа будет дешевле берна то какой хрен покупать а моно вкусы если можно покупать миксовые души которые еще и дешевле примерно но я думаю что это будет так так что это был дава дым это был даже это была душа спасибо за гроб он когда-то все равно будет использовано возможно когда мы увидимся с максом вживую такой гроб понадобится мне